Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Галина Конышева. Сегодня 30 сентября и продолжаю тему о штрафах Роспотребнадзора за нарушение так называемого масочного режима. Итак, мы выяснили, что в письме, вот полное письмо, которое открывается в 8 часов, после 8 часов до 12, информация. У штрафов более подробно я сделала подробный ролик, и мы здесь видим, что они пишут, что не несет правовой ответственности. Только рекомендательный характер. Однако здесь очень есть хитрый момент в самом конце. Вместе с тем, то есть вот письма Роспотребнадзора, в адреса управления Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации, Министерств, Ведомств об организации профилактических мероприятий в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 в различных организациях также носят рекомендательный характер. И дальше здесь они вставили вот что. Вот на этой вещи, по-моему, всех ловят. И здесь надо очень подробно разобраться. Читаем. Вместе с тем, Роспотребнадзором разработаны и зарегистрированы в Минюсте России номер 58-565 от 26.05.2020 санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.3.1.3.5.9.7-20 профилактика новой коронавирусной инфекции COVID-19, утвержденной постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 22 мая 2020 номер 15 «За неисполнение санитарных правил юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями предусмотрена административная ответственность». Итак, есть у нас правило, и есть у нас административная ответственность для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Здесь ничего не сказано о гражданах, о людях и о физлицах в любом случае. Значит, это рекомендации имеют отношение только к бизнесу. Ну и они действуют через магазины. Естественно, они таким образом оказывают давление на всех. Когда они им приказывают выполнять вот свои вот эти распоряжения, которые у них рекомендательный характер носят, то они им сказали, вообще-то это рекомендательный характер, но вместе с тем мы вам тут разработали и зарегистрировали административную ответственность для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, если вы будете нарушать вот эти правила. Давайте сначала посмотрим административную ответственность. Только ещё раз говорю, значит, граждан ни в каком метро, ни в каких магазинах никто не имеет права даже близко подходить за отсутствие маски или ещё там чего-то. Здесь речь идёт только правила, разработанные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Значит, граждане должны понимать, что никакие провокации, это уже будет рэкет и грабёж, и психологический террор, или вообще терроризм, требования денег за несуществующие какие-то нарушения. Даже здесь у них нету этих правил для людей. Административная ответственность. Вот это письмо тоже открывается только после, вот, 3 часа оно открывается, после 8 до 12, поэтому у меня сейчас есть время. Первое. Нарушение, значит, это статья 6.3. Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Соответственно, это всё для юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся нарушение действующих санитарных правил. Сейчас мы их посмотрим. И гигиенических нормативов. Невыполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий влечёт предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере граждан юридических лиц. Я так понимаю, потому что там всё это сделано. Вот мы смотрим. Рекомендации за невыполнение юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями предусмотрена административная ответственность. Значит, граждане, которые являются юрлицами, они просто граждане в размере от 100 до 500 рублей на должностных лиц. Вот сюда они уже вписали граждан. Вот видите, как они, подмена у них делается в законодательстве. Здесь у них написано юридическими и индивидуальными предпринимателями, а сюда они уже вписывают граждан. Это как это понимать? Тель на плетень наводится. Вот уже идёт противоречие в их же собственных писульках. Значит, награждан от 100 до 500 рублей, на должностных лиц от 500 до 1 тысячи рублей, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица от 500 до 1 тысячи рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, на юрлицу от 10 тысяч до 20 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Те же действия, бездействия, совершенные в период режима чрезвычайной ситуации, то есть там, где вводится режим чрезвычайной ситуации, или вот хитрая тоже вот это, при возникновении угрозы распространение заболевания, вот подо что они это всё подводят. Они вот вписали вот эту фразу «возникновение угрозы», и они её сюда тоже вписали под штрафы. То есть я понимаю, что если режим повышенной чрезвычайной ситуации, а тут у них возникновение угрозы, а под это можно всё что угодно сделать, можно просто на пустом месте сказать «о, у нас угроза». Мы так решили, потому что мы коммерсанты, они же коммерсанты, мы понимаем, что это не государственная деятельность, а это коммерсанты, капиталисты, и они извлекают прибыль, а население для них это ресурс, мы для них не люди, не граждане, мы для них ресурс, они ненормальные все эти ребята, поэтому они вот это всё выписывают, это противчеловечные законы, это, конечно, никакой неблагополучие граждан, а это античеловечные законы. Ну, читаем, что они там дальше понаписали. Причём всё это пишут, насколько я понимаю, искусственный интеллект, это даже не люди пишут. «При возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, либо в период осуществления на соответствующей территории ограничительных мероприятий карантина, либо невыполнение в установленный срок выданного в указанные периоды законного предписания постановления или требования органа должностного лица, осуществляющего Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор о проведении санитарно-противоэпидемических профилактических мероприятий». Вот под это ещё раз, значит, вот она и здесь и скрыта, вот эта фразочка. Потому что, с одной стороны, это действительно может человек, ну, скажем, вот логично, что может быть человек, который болен ковидом, он сам этого не знает, он будет распространителем заболевания в этом случае, да, и если он распространяет это заболевание, да, там реально как бы наказать. Но они под это дело будут просто приставать к людям и вымогать у них деньги, что и происходит. Наверное, пока нет стопроцентного доказательства, пока это только СМИ орут, нужно знать реальные факты, что происходит на самом деле, реальные факты от реальных людей, а не подставных уток. Так, дальше. «Влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 15 тысяч до 40 тысяч рублей, на должностных лиц от 50 тысяч до 150 тысяч рублей, а это в том случае, если возникает угроза распространения, то есть это не просто любого человека можно на штраф поставить, а только если они докажут, что он действительно представляет угрозу, то есть он болен ковидом, вот этим вот, или ещё каким-то опасным заболеванием и ходит там среди людей, их заражает, вот тогда на него штраф, а не просто на любого человека. Ещё раз внимательно всё это продумываем, в мозг себе это всё вставляем, что ни оба кого они могут, вот, пускай они там руки-то особо не распускают и свои эти самые губу не раскатывают, те, кто хочет здесь вот поживиться на этих штрафах, это надо доказать, осуществляющих предпринимательскую деятельность и так далее. Действия без действия, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, повлёкшее причинение вреда здоровью человека или смерть человека, если эти действия без действия не содержат уголовно наказуемого в деянии и там уже размеры, если смерть человека, уже если смерть размера от 150 тысяч до 300 тысяч рублей на должностных лиц, соответственно, вот эти миллионные штрафы, непонятно за что, за что они наказывают, либо это враньё и надо это проверять, либо они их берут за что-то другое наказывают, а выдают это за то, что они за отсутствие масочного режима, потому что где маски? Сейчас мы будем искать, где эти маски, где эти правила. Соответственно, мы видим, что штраф от 100 до 150 они могут, если они докажут, что человек болен, разгуливает с вирусом, допустим, он сбежал откуда-то, у него штраф побольше, от 15 до 40 тысяч максимальный, и если человек умер или серьёзный вред здоровью, то значит, соответственно, максимально до 300 тысяч рублей, просто знаете эти цифры, чтобы там никто не вводил в заблуждение никого. Теперь посмотрим действующие санитарные правила. Я ищу масочный режим. Вот это тоже открывается с 8 до 12 документ, поэтому вот я дождалась для того, чтобы его посмотреть. Санитарно-эпидемиологическое нормативное, потому что они штрафуют именно с нарушением вот этих правил. Административное наказание существует, если нарушаются вот эти правила, и нам нужно их как следует изучить. В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, органами государственной власти принимается комплекс мер по борьбе с распространением эпидемии. С принятыми нормами и рекомендациями можно ознакомиться в соответствующих разделах справочного материала. Знакомлюсь. Эпидемиология. Проектирование и строительство эксплуатации жилых зданий предприятий коммунально-бытового обслуживания, учреждения образования, культура, отдыха, спорта. Размещение устройства, оборудование, эксплуатации медицинских учений. Проектирование строительной ТТТ. Предприятие отдельных отраслей промышленности, сельского хозяйства. Требования к средствам коллективной индивидуальной защиты. Продовольственное сырье, пищевые продукты. Требования к предприятиям торговли. Требования к предприятиям торговли. Тоже оно тут у нас будет. Предприятие общественного питания. Гигиена детей и подростков в образовательных учреждениях, а также в организации ходок и оздоровления. Гигиена эпидемиология на транспорте. Профилактика инфекционных болезней. Дезинфекция. Давайте посмотрим требования. Так, нет, мы сейчас попозже их посмотрим. До конца я просто посмотрю. Также алгоритм действий на случай ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации в городах, курортах или местах массового отдыха. Мне пока это не нужно. Решение субъектов РФ, направленное на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения в части необходимости соблюдения режима самоизоляции в возрасте 65 лет и старше. Информация размещена на официальном сайте ФСС России. Информация Роспотребнадзора об отмене изоляции для лиц, пребывающих на территории Российской Федерации регулярными рейсами. Информация о рекомендации, как защитить детей от коронавируса в период снятия ограничений. Ну и где тут у нас про маски? Дальше. Право граждан на охрану здоровья и благополучие окружающей среды реализуется в том числе путем обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в соответствии со статьей 2 Федерального закона 30.03.1999.052-ФСС. Санитарно-эпидемиологического благополучия населения обеспечивается в том числе посредством государственного санитарно-эпидемиологического нормирования. Основной задачей санитарно-эпидемиологического нормирования является установление санитарно-эпидемиологических требований, удовлетворяющих условиям безопасности для здоровья человека. Нарушение законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения предусматривается с административной и уголовной ответственностью. Мы уже это посмотрели. Насчет уголовной не знаю, административной посмотрели. В данную справочную информацию включены санитарные правила и нормы. санитарные правила и нормы. И я не вижу масочного режима. Я не вижу. Тут у нас и вакцинация есть. Это надо будет отдельно смотреть. Я сейчас просто хочу найти масочный режим. И вот у нас требования к предприятиям торговли. Так, о правовых аспектах отказа потребителям в допуске на торговые объекты без средств индивидуальной защиты масок в случае введения режима их обязательного использования. Да, они их будут штрафовать. Они это вписали. То есть они через магазины действуют на нас. Вот такой они выбрали способ. Понимаете, как хитро? Но это на 20 мая. Требования к предприятиям торговли. Хотя, когда это писалось, это большой вопрос. Может быть, на 20 мая писалось. О правовых аспектах отказа. Так, санитарно-эпидемиологические требования организации торговли к обороту в них продовольственных сырья и пищевых продуктов. Правила для холодильников. Так, вот, значит, о правовых аспектах от допуске. Давайте посмотрим о допуске. Что у нас тут? О правовых аспектах отказа потребителям в допуске на торговые объекты без средств индивидуальной защиты масок в случае введения режима... Оба-на! ...их обязательного использования. А кто это вводит? Когда вводится режим обязательного использования? Это надо узнать. Я пока вижу этот текст, как и вы, первый раз. Может быть, кто-то уже смотрел. Ну, вот я вижу его первый раз и сейчас буду читать. Ну, и что я могу сказать? Прочитала я. И да, они здесь подстраховались и вписали практически всё. То есть это всё противоречит первому письму, что это носит рекомендательный характер. А здесь они это жёстко... Это как вот у Собянина, что он просит пожилых людей не выходить. И дальше он говорит, вы должны сидеть дома. Это у него на сайте было. Это вот из той же серии. Мы вас просим, мы вам даём рекомендации, но если вы будете нарушать наши рекомендации, мы вас разорвём на части. И здесь они тоже по-хитрому прописали. И в случае, если какой-то судебный момент будет, то, скорее всего, конечно, суд встанет на сторону, потому что здесь опять-таки очень хитро прописано. Потому что о защите нарушения, о защите населения территорий от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера, органы государственной власти, субъектов Российской Федерации, с учётом особенностей чрезвычайной ситуации, но она не введена. То есть момент чрезвычайной ситуации на территории субъекта Российской Федерации или угрозы её возникновения, вот это хитрая фраза. Понимаете? И вот под эту хитрую фразу они всё это заточили. Потому что здесь они писали, что только при чрезвычайной ситуации, когда не введён режим чрезвычайной ситуации, они его назвали, они называют обязательное ношение этих масок, в орган, в местах общего пользования, значит, угрозой, угрозой её возникновения. О, как ловко! И под эту угрозу, сами понимаете, можно притянуть любого кота за хвост. Любого. То есть вот эта вот наглость, это правовая, правовой рэкет, я бы так сказала. Потому что что значит угроза её возникновения? Значит, надо прописать, что такое угроза. Потому что вот под это дело можно всё что угодно сказать. На основании подпункта, давайте посмотрим, угрозы возникновения могут на основании подпункта F, пункта 1, статьи 11, в исполнении правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями, опа-на, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Так, ещё раз. Всё-таки это при введении режима повышенной готовности. Вот хитро-хитро-хитро, надо внимательно читать. А режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации не введено на территории Российской Федерации. а только в отдельных объектах. Они там где-то есть, в отдельных краях. Это надо смотреть. В самом письме было написано, что не введено на всей территории РФ. Значит, незаконно штрафовать людей без масок. Вот она, фразочка здесь и скрыта. Вот здесь они пишут, что надо, надо, надо. Посмотрите, теперь читаем его здесь вот. Читаем внимательно. Потому что если те же самые руководители торговых центров, они до конца внимательно не прочитают вот этот момент, вот концовочку, или их юристы вот это до конца не прочитают, то здесь-то все как раз накажем, накажем. Вот он тут нам так называемый. А что значит? Это что, закон, что ли? Так называемый масочный режим. Это вам что? Это что, театр, что ли, какой-то? Это масочный режим. В законе должно быть прописано, что за масочный режим. Чем он регламентируется, этот масочный режим. Здесь же не сказано, какой масочный режим. Тогда действительно можно носить любую маску, и не сказано, где ее носить. В этом законе ничего об этом не сказано. Вот он, главный закон. Пожалуйста, смотрите. И давайте мы его прочитаем, раз уж он открылся нам. О правовых аспектах отказа потребителям в допуске на торговые объекты без средств индивидуальной защиты масок в случае введения режима их обязательного использования. Значит, должен быть официальный режим введения их обязательного использования. А он у нас вводится при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Вот так вот. И вот туда до конца не доходят. Читаем. Роспотребнадзор разъясняет правовые аспекты отказа потребителям в допуске на торговые объекты без средств индивидуальной защиты масок в случае введения режима их обязательного использования. Нам нужен режим их обязательного использования. Где он? Ссылки нету. Нету режима индивидуального использования, обязательного использования. Вот когда будет режим обязательного использования, он будет прописан в законе, вот тогда и можно требовать. Однако они что им сделали? Они как на них давят, что они их не будут наказывать за то, что они не будут обслуживать. Вот они это прописали. Значит, это идёт политическое давление на граждан. Потому что здесь не прописан закон, не введён режим повышенной готовности. Значит, это только политика. И правильно говорят те блогеры, когда говорят, что маска — это для повиновения водится, а не для защиты населения, чтобы люди закрывали лица. Это именно чтобы в рабов превращались. Вот в этом тексте здесь всё это и прописано сквозь строки. Извините за эмоции. Я это просто вижу сейчас, вот это вот, что они тут подготовили, господа капиталисты. Значит, это введение, в случае введения режима их обязательного использования. Он не введён, он не регламентирован. Точка. В связи с поступающими в Роспотребнадзор запросами торговых организаций относительно правомерности, неправомерности, отказа в обслуживании гражданам, посещающим торговые предприятия без масок, в условиях их обязательного использования, опять-таки, это должно быть прописано, в законе обязательное использование. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека обращает внимание на них же следующее. Вот ещё раз объясняю. Они в песне написали, что носят рекомендательный характер, только если, там вот предыдущий, вы смотрите предыдущий ролик, только если где-то не установлен режим в отдельных губерниях, так сказать, губернствах, режим повышенной готовности. Вот там обязательное использование, там они могут это зверствовать и требовать. А на всей территории Российской Федерации он не установлен, этот режим повышенной готовности. Соответственно, вот этого обязательного использования на всей территории Российской Федерации нет. а есть только рекомендательный характер. Соответственно, вот это все запросы правомерность, неправомерность можно учитывать только там, где введен режим повышенной готовности и есть обязательное использование этого масочного режима, как они сами пишут, так называемого. Дальше. В настоящее время ситуации обусловлены необходимостью всемерного снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019 инков. Видите, как они его здесь пишут? 2019-инков. Большое практическое значение имеет системное и комплексное проведение санитарно-противоэпидемических, противооктических мероприятий по недопущению распространения COVID-19. Уже здесь 2019, в числе которых такая важная профилактическая мера, как ношение гражданами масок в качестве средства защиты барьерного типа. Так надо опять-таки прописать в законе, что это за маски, какие должны быть маски. После того, как я смонтировала ролик, я нашла все-таки, что такое барьерные маски, поэтому я здесь не права. Они это прописали и в следующем ролике я об этом скажу. А пока фильм, как он был. Потому что я знакомилась с этим документом впервые. Кто их должен предоставлять, эти маски? Потому что гигиенические маски не являются средством защиты барьерного типа. Вот здесь уже коллизия, потому что маски, которые выдают в магазинах или еще где-то, или которые продают, они не являются средствами защиты барьерного типа для вирусной инфекции COVID-19. Учитывая данный фактор, на уровне высших должностных лиц, вот эти ребята у нас тут высшие капиталисты, субъектов Российской Федерации, исходя из сложившейся на их территории. Вот опять-таки, это не вся территория Российской Федерации. В Москве этого нет, например, в чрезвычайной ситуации. Эпидемиологических ситуаций. В числе вводимых ограничительных мер предусматривается обязательное ношение масок в общественных местах, в частности, при посещении торговых объектов в общественном транспорте, то есть там, где введен режим повышенной готовности и чрезвычайной ситуации, но не на всей территории Российской Федерации, поэтому только в отдельных территориальных округах. Так что они нам гонят подо все, везде. И в Москве тоже запрещают продавать товары без масок. Это уже незаконно, потому что в Москве не введен чрезвычайный режим чрезвычайной опасности, повышенной готовности. Далее. Поэтому при наличии принятого в установленном порядке нормативного правового акта, возлагающего на физических лиц обязанность ношения маски в определенных местах, подобные требования становятся императивным предписанием, подразумевающим, как его безусловное соблюдение, то есть приказ, всеми теми лицами, кому оно адресовано, так и возможность привлечения виновных в его несоблюдении лиц к соответствующему виду ответственности. Значит, это от 100 до 500 рублей. Мы помним штрафы. Это в том случае, если это находится на территории, там, где введен режим повышенной готовности и чрезвычайной ситуации, а нигде попало. Соответственно, в том случае, когда ввезен так называемый, это что вот именно за слоган такой, так называемый масочный режим, будьте любезны, господа, объясняйте законодательно, что входит в ваше понятие масочный режим. Значит, здесь, я еще раз повторяюсь, можно карнавальную маску одеть, барьерного типа, и все нормально будет, будем прикалываться. Любую маску, здесь не сказано, какую маску, а сказано, барьерного типа. Любое появление физического лица в общественном месте без маски будет иметь признаки противоправного деяния, действия, направленного на создание угрозы не только собственной безопасности жизни и здоровью, но и безопасности жизни и здоровью, санитарно-эпидемиологического благополучия иных лиц, находящихся на территории, еще раз, на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации или в зоне чрезвычайной ситуации. Вот теперь надо четко и точно находить всем на каждой территории официальные, законодательные документы, какая здесь ситуация. Если они ввели эту угрозу возникновения чрезвычайной ситуации, тогда они будут шпарить, но должны помнить, что нарушение в этом случае – это от 100 до 500 рублей физических лиц. Вот просто должны помнить, это только там, где введен режим повышенной готовности или в зоне чрезвычайной ситуации. И в том случае, если физлицо болеет этим ковидом и находится в этой зоне чрезвычайной ситуации или еще где-то он находится, болеющий ковидом, находится в публичном месте без средств индивидуальной защиты, какая-нибудь без маски, барьерного типа, тогда он… А то, что вирус у него распространится везде, это их не волнует. Самое главное, чтобы на нем намордник был, барьерного типа. Но скафандр надо одевать в таком случае. Вот скафандр – это самый настоящий барьерного типа костюм, средство индивидуальной защиты. Поздравляю всех, нам будут скоро выдавать, в магазине должны выдавать скафандр барьерного типа. Я предлагаю выйти, вот после восьми он открывается безоплатно, этот текст, его скачать, его изучать юристам, и каждую строчку буквально изучать, и, так сказать, отвечать в правовом поле, как положено, вести себя соответственно. Ну, значит так, исходя из этого действия хозяйствующих субъектов, осуществляющих разрешенную торговую деятельность, направленные на ненасильственное воспрепятствование в условиях масочного режима, который не прописан документально, не прописан, нет понятия, что такое масочный режим, можем ходить как угодно. Гражданам, потребителям, посещение торговых объектов без масок и доступе к товарам с целью их приобретения не могут и не должны рассматриваться как действия, ущемляющие, нарушающие права потребителей, поскольку такие действия со стороны хозяйствующих субъектов отвечают принципу разумности поведения участников гражданских правоотношений и не имеют признаков необоснованного уклонения от заключения публичного договора, каковым является договор розничной купли-продажи по смыслу взаимосвязанных положений. Вот здесь они им дают фору. То есть, ребята, чморите население, как хотите, потому что, что такое понятие масочного режима, вот мы теперь, население, должны вот это дело тоже, так сказать, разыграть, поскольку здесь не написано в норме закона, значит, штрафовать за маску любого плана, хоть карнавальную, никто не имеет. Главное, чтобы она была барьерного типа. Надо еще прописать, что значит барьерный, вот он, барьерного типа. Давайте, пускай прописывают, что значит барьерного типа. в кастрюлю, что ли, одеть. Что значит барьерного типа, я не понимаю. Не прописали. И опять-таки это все мы находим на территории, находящихся на территории, на которых существует возникновение чрезвычайной ситуации или в зоне чрезвычайной ситуации. То есть, опять-таки, не везде. Соответственно, не имеют права там, где не введены эти режимы, чморить людей. Хотя им всем дана отмашка. И если, по всей видимости, им всем сказали, в общем-то, между строк, то будем по-любому вас наказывать, и мы найдем за что. Вот здесь они это не прописали, но если вы не будете из людей делать рабов, мы найдем за что вас, в общем-то, штрафануть так, что мало не покажется. На миллионы и миллионы. Причем в предыдущем ролике я показывала, что штрафов у них и какие-то судебные дела у них просто единицы. Там совсем немного. И там суммы совершенно смешные. Откуда берутся эти миллионы, непонятно. Опять-таки, либо это СМИ раздувают, либо это совершенно за что-то другое их штрафуют. Но это явно здесь вот сквозь строки это политический аспект. Потому что они нарушают сами права, они пишут законы, но в этом законе не объясняют, что это такое. Это не язык юриста, что такого барьерного типа, что такого так называемый масочный режим, и что такое угроза возникновения чрезвычайной ситуации. Они это не прописали, соответственно, они сами нарушают правовые нормы, потому что таким образом они устраивают беспредел правовой. Вот, собственно, вот так вот. Поэтому и понятно, почему происходит такая ситуация, так себя ведут и в магазинах, в том числе и в сетевых. Однако вы знаете, что есть магазины, которые на это, в общем-то, маленькие магазинчики. Ещё какие-то магазины, которые этот масочный режим, они так смотрят сквозь пальцы на него. И знаете почему? Видимо, у них выше крыша или сильнее крыша, чем вот этих вот. А может быть, таким образом они расчищают поляну и убирают конкурентов, они заставляют определённые сети вот так себя вести, чморить людей, и люди оттуда уходят и идут в те магазины, где этого нет. И я сама так делаю. Я уже не хожу в те магазины, где заставляют одевать маски, я хожу в те магазины, а они есть, где этого нет. Соответственно, может быть, они ещё и таким образом разбираются с конкурентами и убирают вот эти сетевые магазины или ещё какие-то магазины. С кем-то они кому-то эти приказы спускают. То есть кому-то спускают, кому-то нет. И кого-то они будут штрафовать, а кого-то нет. Возможно, что и здесь такая вещь. Так что вот такая информация. Благодарю за внимание. Думаю, вам было очень полезно. Я сама его скачаю, этот текст, скопирую. Подписывайтесь на канал, делитесь этим видео. Давайте вместе думать. Давайте вместе изучать этот документ. Всех вам благ. С вами была Галина Конышева. До свидания.